Ну что, ребят, всем большой-большой привет. Я, честно, очень сильно рад наконец-то вновь выступить для Python Community. Давно к этому шел. Давно шел именно с этой темой, что весьма интересно. Но дошел вот только сейчас, и то благодаря Жене. Сразу хочу извиниться, если будут какие-то там шумы на заднем фоне, но надеюсь, их не будет. У меня открыто окно, а без окна я просто задохнусь где-то на середине презентации. А так у меня есть шанс закончить это, точнее, довести до конца. И давайте по чуть-чуть идти. По мере презентации буду рассказывать, как мы с вами работаем, вопросы, когда мы задаем, ну и прочее. Думаю, в среднем презентация должна затянуться минут на 40, может на 50, но будем смотреть, как мы будем с вами идти. Да? Да. Итак, поехали. Презентации привычно начинать с того, кто я такой. Я не люблю это сильно очень затягивать. Вот мой Facebook, вот он я. То есть вы уже можете меня хотя бы там представлять. Ага, значит, этот человек будет рассказывать. Также любят говорить, сколько кто в софтсерве. Я здесь уже... Первый мой рабочий день был 29 февраля 2016 года. Поэтому я эту дату помню наизусть. Да, больше трех лет. Сам-то у меня позиция senior, точнее, job profile у меня senior, но занимаю позицию уже тех лета, как на года полтора. Вот, и то, что хочу с вами поделиться, оно очень-очень как-то тесно с этим связано. Презентация, думаю, рассчитана на всех, на все уровни. Поэтому, думаю, точно будет интересно, либо, по крайней мере, смешно. Если говорить про юмор, мой друг придумал такую классную ассоциацию. И что-то в это есть, поэтому решил с вами поделиться сразу со старта, чтобы сделать вам настроение. Почему миксер? Пока я вам рассказываю, откуда эта тема, вот там котик, который мы с вами послушаем. Знаете, очень тяжело найти тему для нашего комьюнити. Рассказывать какую-то документацию мне неинтересно. Хочется найти какие-то примеры с лайва. Мне хочется больше показывать кода, какие-то примеры, результаты. Но все как-то оно собирается, собирается, и по 5-10 минут. Я подумал, да черт с ним. Я возьму те моменты, которые я когда-то там тестил, находил, которые у меня выписаны. У меня есть огромная папочка Programs на Python. Там где-то файлов штук 20 с приставкой тест. И расскажу на какие-то самые интересные темы, которые мы с вами подумаем, обсудим, подискусируем. Это уж точно. Поэтому я буду просить вас принимать более активное участие. Но я думаю, в крайнем случае, это будет точно интересно для всех. И поэтому, да, давайте посмотрим, что конкретно мы сегодня с вами будем рассматривать. Так, наша сегодняшняя адженда. Вначале мы с вами поговорим о том моменте, когда есть класс как параметр Object. Когда то же самое можно реализовать с помощью NameTubel. Ну, и это все сравним еще к передачу с обычным Dict. Поговорим о том, как можно инициализировать объекты пустые, как strl, list, dict, int. Опять же, подумаю, будем дискуссировать. Ну, и третье, я поделюсь, наверное, общими вещами, которые, на самом деле, всем давно известны. И я думаю, многие люди скажут, ничего тут нового нет. Но почему-то очень часто я вижу, что люди не понимают, как этим пользоваться, как это надо делать. И с этого очень много есть проблем. Я бы не хотел, чтобы они повторялись. И поэтому я добавил этот айтем в нашу адженду. Ну, и в конце будет questions and answers. Сразу хочется сказать, наверное, подобных тем, как вот эти три. У меня, наверное, записано уже штук 10-12. Поэтому, надеюсь, если сегодня пойдет все хорошо, то будут и миксер 2, и миксер 3. Плюс у меня есть интересные алгоритические решения. Но я пока не знаю, как их подать, чтобы было интересно. Но посмотрим, как пойдет. И, конечно же, надеюсь, мы с вами получим то самое удовольствие, которое даже собака сейчас получает в обычном механическом миксере. Как же я ей завидую. Ну, ладно. Квота, либо тезис нашей презентации, что преждевременная оптимизация – корень всех зол. По крайней мере, в программировании, по крайней мере, почти всегда. Это нам сказал огромный классный математик Дональд Муд, который написал сколько там? Три, по-моему, тома, да, искусство программирования. Шикарные книжки, хоть немножко могут быть затянутые, скучные. Но я этот, я очень люблю повторять из раза в день, точнее, изо дня в день, что именно эту фразу. Поэтому мы с нее начнем, и мы с ней закончим. Поехали. Classes, Parameter, Object, Collections, Name, Simple, and Simple, Dict. Вот, я начну сразу с того, что скажу огромное спасибо Леше Кирееву с города Ривны. Если ты здесь, я тебе махаю сейчас рукой. Потому что именно он мне когда-то набил пальцем, говорит, Ваня, а вот, а почему так? Вот, и дал даже ссылочку, начал разбираться, я откопал все то, что я вам сегодня покажу. Немножко теории, ее будет совсем немножко. Как говорит Мартин Фавлер, да, когда начинается теория, засыпаю, когда начинаются результаты, я просыпаюсь. Параметры Object, это один из тех самых, как это сказать, мне хочется сказать шаблон, это не шаблон, что шаблон-то Киреевский использует. Тот самый случай, когда вы можете улучшить свой код, изначально его идея заключается в том, для того, чтобы не передавать из слоя слой огромное количество параметров, которые просто, по сути, дублируют себя, вы можете создать некий объект, поместить туда ваши нужные переменные и просто передавать объект. Снизу очень простой пример, по-моему, взятый из Refactoring Guru, да, вместо того, чтобы передавать Start и End, вы можете передавать просто Date Range. И данные параметры, они будут дублироваться из Level в Level. Почти реально, я думаю, все это многие используют, по крайней мере, и оно уже даже не приходит к вам как метод Refactoring, а я думаю, вы это уже из-под своего подсознания достаете и спокойно это используете. Именно как эта проблема в Пайтоне выражается, вот обычный пример. Код, может, даже не рабочий, я взял его, написал за минуту просто сам. Да, например, хотите создать респонс, у вас есть пас, у вас метод, у вас есть headers, у вас body, вам надо его провалидировать, вы придаете все это туда, выйдете, говорит, ага, если validate это кей, тогда возвращаете, если не ok, тогда возвращаете респонс, но если все хорошо, то вы берете Service to Response, тоже пытаетесь достать всех этих параметров, потом пытаетесь получить тот самый респонс с помощью этих параметров и потом только возвращаете. И вот это вот на самом деле спустя некоторое время ваш мозг будет обрабатывать как шум. Вы не будете даже сюда смотреть, вам будет неинтересно, ну зачем, потому что оно и то же самое. А если тут у вас не 4, а 8 параметров, как мы с этим будем бороться? Проблема очевидная, можно зареализовывать просто создав некий объект, там, request, да, в принципе, кстати, что делает тот же самый Django, да, и многие все другие фреймворки, у них просто есть request, в который вы можете достать абсолютно все, что вам нужно. Ничего здесь нового нет, давайте идти дальше. Самая простая вещь, как это, например, сделать, да, основываясь на том примере, который был до этого, это просто создать объект request, указать ему слоз для того, чтобы потреблять меньше памяти, не создавать дополнительные атрибут дикт, ну и просто во время конструктора взять это, все это и назначить, как вы хотите. Вы можете сделать сюда свои дефолтные значения, ну, я не хочу это все утверждаться, я думаю, вы так знаете. Инициализация, естественно, тоже простая. Можно, конечно, схитрить, можно сделать даже так, и тогда, по сути, вы будете руководить с вашим конструктором только, что именно вы будете передавать в слот. Но в этом случае, когда вы инициализируете, когда вам нужен экземпляр объекта request, вам придется передавать это все через ключи. Ну, знаете, кто как хочет. И тут, еще рано говорить, и тут подобные вещи можно сделать с помощью name tuple. Да, зачем создавать класс, когда уже есть под капотом прикольные вещи, вы можете сделать как так, вы можете сделать как так. И, как видите, на самом деле вот это ничего не меняется, вы можете использовать в том числе. И везде, конечно, есть свои там загвоздки, о которых мы с вами поговорим. Мне, кстати, даже стало интересно, есть ли разница хоть какая-то создавать объект класса, ну, name tuple так либо так. Ну, разницы на самом деле никакой нет, абсолютно. Я не знаю, зачем я это проверял, мне тоже было интересно. И вы такие, Ваня, ну, блин, ну, в чем проблема? Ну, все классно, ну, и да. Ну, эта проблема на самом деле есть, да. Начиная смотреть сюда, мы сразу видим, что, в принципе, создавая подобные объекты, как name tuple, как request, пытаясь создавать с них экземпляр класса, мы особой разницы не видим. Что 378, да, наносекунд лучший, что 340, это не те цифры, за которые вы будете бежать, да. И причем это создание всего лишь экземпляра класса. Нет, оно вам не надо. И вообще, кстати, даже надо оговориться, то, что мы с вами здесь рассматриваем, мы не рассматриваем с точки зрения скорости, мы смотрим с вами, как оно работает. Вот, и потом уже каждый делает вывод для себя, что ему лучше использовать. В принципе, этот тест ничего не показывает, но если мы сейчас выведем, скажем так, войдем в игру нового игрока, а именно dict, то это уже немножко поражает. Почему, когда мы делаем dict, оно уже 117 наносекунд, что на самом деле 3 раза меньше, чем обычный request, чем name tuple. В принципе, объяснить можно все очень даже просто, да. Что самое, когда мы реализовываем dict подобным образом, мы введем именно в built-in, вот, и мы не создаем, не обращаемся никакому именно объекту класса, мы напрямую берем, достаем и вложим данные параметры в память, хешируя просто ключи, что есть намного быстрее. Но это что касается создания, а что касательно, когда мы будем пытаться доставать атрибут кей. Ведь, по сути, объект, точнее, экземпляр мы создаем только раз, а к атрибутам будем стучаться куча-куча раз, и здесь вот начинается интерес. Вот то, что, когда вы будете делать класс, у вас примерно время доступа будет 30 наносекунд. В словаре еще проще, ну да ладно, это нам понятно, да, потому что здесь мы как минимум там в get-атрибут идем. А вот name tuple разочаровывает, вот, в 3 раза дольше. Что значит, что если вы создадите name tuple и обычный класс, и вы сделаете хоть по одному атрибуту аксессу запросу, да, и вы сразу получите, вы сравняетесь по времени. Что уже делать, типа такой маленький минус. Ну, как-то, да, не очень. Еще я такое сделал, чтобы точно сравнение, я просто взял ко всем атрибутам, да, постучался, и увидел, что та самая закономерность, которую мы видели, она и здесь работает. Что уже можно сказать, вау, классно, можно брать дикты, они будут летать. Если мне не нравится, могу взять какой-то такой объект, но name tuple, наверное, использовать я не буду. С точки зрения памяти они абсолютно одинаковые. Я думаю, все тоже вы знаете, что по факту вы не можете померить память, точнее, сколько ваш, скажите, я скажу, сколько ваш там экземпляр класса будет весить, потому что, по сути дела, с из size of вы будете брать размер именно поинтера. Вот, поэтому самый такой-таки простой способ, который хоть как-то признанно, говорят, вы можете взять и засерилизировать объект, и посмотреть, сколько в байтах он будет весить. Я не гарантирую, что это самый лучший и правильный момент. Есть у нас и memory профайлеры, все это знают, но как самый простой, я думаю, да, сойдет. И он, на самом деле, дальше кое-что интересное покажет. И что же происходит, когда мы именно сервизируем, что класс, что name tuple? Просто если попытаться запринтить, что там находится после dumps, мы видим вот такие вот вещи. И вы знаете, я следующий слайд когда сделал, я не думал, не планировал сделать, я думал, я вам покажу эти бленчмарки по скорости, скажу, что ага-га, я бы с вами подискусировал дальше. Но здесь я заметил одну интересную вещь. Вот, и здесь, кстати, есть намек на то, почему, когда вы пытаетесь в name tuple достучаться до атрибута, по названию атрибута, у вас в три раза дольше это происходит. Вы это видите здесь? Я подскажу. Вот этот, видите? Это значение. Тут нули лежат. Tuple четырех элементов. А интересно здесь то, что, как видите, ваш ExeterR класса сохраняет в себе название атрибутов. Когда вы идете к нему атрибута, он знает, что у меня должен быть такой атрибут внутри памяти, он пытается захешировать ваш body, и по ячейке этой памяти достает значение. Ноль, вот, тут нули. А здесь, как видите, в name tuple, у него просто хранится tuple и значение. То есть для того, как если вы захотите, например, взять body, он должен пойти в свой объект класса, узнать, по каким порядковым номерам находится body, вернуться к себе и вытащить ваше значение. И тут вот получается корень этого зла. И для того, чтобы вам это, убедить вас в этом, я тоже самый тест сделал, но вместо теперь name tuple, вместо атрибутов я начал использовать индексы, и смотрите, насколько все начало быстро работать. Но, типа, зачем нам это, да? Зачем нам по индексам, зачем нам name tuple по индексам, когда мы можем использовать листы, те самые сеты, tuple? В этом, ну, типа, нет смысла абсолютно никакого. Я буду с вами согласен. И в итоге, к чему мы пришли? Дикт везде выигрывает. И по скорости, и по акцентству, и по мемори. Но, и даже в name tuple есть последний просто гвоздь в гроб, что когда вы попытаетесь обновить, либо, лучше сказать, поменять какой-то из атрибутов, ну, его атрибутов, он не обновляется. Name tuple вам просто возьмет и создаст новый экземпляр, что, по сути, будет не просто там какие-то 60 наносекунд, а вот те самые 300, которые мы с вами смотрели, все то время, которое уходит на создание нового экземпляра. Поэтому, основываясь на все это, наверное, я бы все-таки рекомендовал бы использовать классы. Почему? Потому что, я, наверное, много буду цитировать Python Zen во время нашего разговора, моего монолога, что beautiful is лучше, чем agri, да? И плюс вам из-под коробки класс дает тоже очень много вещей, как из instance, вы можете перепределить add the sub. Я не говорю, что вы не можете сделать name tuple, но что будет более наконечней. Ну, и ctrl, все подобные вещи. Конечно же, никакой бизнес-логики мы в класс не должны пихать, потому что уже будет не параметр, а object. Но моя идея была показать, что name tuple, ребята, лучше не трогайте, берите классы и всегда будете в ударе. Не забываем про slots, и все у вас будет летать быстро. Я добавил информацию, откуда все там я брал. В принципе, ссылка на Python documentation, это понятное дело. Но вот тут в GitHub есть больше бенчмарков, которые вам покажут, расскажут, откуда я это все взял. И я понимаю, мы на первой такой теме закончили, мы сейчас пойдем дальше. Но если есть какие-то вопросы, как сайленность этого, мы давайте поговорим в этом сейчас. Я так пролетел, возможно, слишком быстро. Ну, у меня есть вопрос, он больше такой из разряда, наверное, философии. Если мы определили, что наш кастомный класс лучше, чем брать из коллекции name tuple, то зачем вообще существует сейчас name tuple, чего его не уберут? А я не знаю. Давай потом подумать, да, зачем оно надо. Вообще, на самом деле, модуль collections очень классный. Если вы не используете DQ до сих пор, я бы очень сильно вам советовал. Вот его реализация намного лучше. А если при name tuple? Наверное, name tuple просто решает не те задачи, о которых мы... Алло? Он более красивый, ну, как бы, создание класса. А вот тут я не согласен, например. Вот мне более красиво, например, взять и написать там класс, название, слот, и потом предпринимать конструктор, чем там name tuple, где указать название объекта класса и потом перечислить его параметры. Вы знаете, тут можно действительно спорить. Можно спорить, что лучше создать подобный объект одной строчкой, либо создать, потратить его 6, 7 и 8. Вот. Я, например, из той школы, которая будет выбирать класс. Вы можете быть из той школы, которая будет выбирать name tuple, и мы оба будем правы. Но данные вот интересные такие факты показывают, что, возможно, лучше использовать первое. И, опять же, там я не договорил, возможно, name tuple должен решать подобного рода задачи, а, возможно, нет. Я, кроме как подобного рода применения, ему еще не находил. Мы, когда делали свой типа кастомный фреймворк, основываясь на UGI протоколе, мы использовали name tuple для того, чтобы собирать все данные в некий response, и потом отдавать его в самом конце, когда там надо делать return status code, и return content, да. Ну и потом это обнаружил Леша, говорит, почему так не сделайте. Я тогда был просто безоружен, и я не мог ответить. Как-то так. Я надеюсь, я ответил? Ну, можно сказать, да, спасибо. Вы знаете, тоже хочется тогда... В принципе, мы так... Я думаю, я намного больше времени потрачу на первый этот момент. Философия всех разная. Мы сейчас, кстати, с вами будем, опять же, о том же самом говорить, когда в следующей теме. И об этом, кстати, нам больше доклад, да, о том, чтобы показать, что разные есть видения на одно и то же самое. И каждому свое. Вот. Я, например, люблю все делать проверки if и Python явными. То есть, если вы там... Например, как проверить, как сейчас часто делать, да? Если не пустая строка, делать что-то. Люди просто говорят if, название переменной с непустой строкой, двоеточие, да? Я, например, ребят, у себя заставляю явно сравнивать с пустой строкой. И это то же самое, знаете, кому что более привержено. Я верю, они пойдут куда-то там дальше. Пройдут этап там работать со мной. У них будет там новый какой-то дядя, который будет им рассказывать, как писать код. И он будет их бить по рукам за это. Но это же не значит, что я не прав, либо он не прав. Мы по-разному трактируем Zen. Мы по-разному там видим Pep. Плюс Pep. Мы же должны забывать это. Реально не Style Guide. Это как бы надо было, да? Как бы хотелось. Как люди советуют это делать для того, чтобы Python был один и тот же самый, его было проще читать. Поэтому, поэтому как-то так. Самое главное, чтобы оно не было уродливым. Ладно, поехали дальше. Вот, то, что сейчас буду тоже с вами говорить. То же, где вы сразу скажете мне, блин, Ваня, а нафига? И так ведь красивее мне. И тоже, я думаю, вы будете правы. Но опять же, я хочу сказать большое спасибо Мисше Ткаченко с Днепра. Он на это мне указал, потому что, знаете, как-то об этом не догадывался. Оно случилось. Сейчас, давайте водички чтю. Сидели мы как-то на экзамене в IT-академии. Принимали там ребят. Я там был техническим экспертом. И он говорит, а нафига вы это используете, если оно медленнее. Я такой, опа, надо это проверить. Я это проверил, и он, забивая наперед, оказался прав. Что я хочу сказать? Я люблю определять переменные, пустые подобным образом. Вот, знаете, для меня более лаконично читать там, что pass, str, не пустая строка, hitters, тут будет словарь. Ага, класс. На самом деле, со временем мозгу без разницы. Мозг ваш будет брать, это читать как дикт, это как пустой int, это как лист. Но неужели это грех писать так? Оказалось, да. Оказалось, что когда вы будете использовать для определения пустой строки объект str, либо так, разница почти что в 5 раз. И не важно, что вы выберете, дикт, int, лист и подобные вещи. Все здесь показывает просто класс. И на самом деле, этому есть обычное объяснение, но это вот я после того, как увидел данный результат, и блин, неужели, знаете, мой мир рухнул, как мне теперь жить с этим? Ну ладно, давайте разбираться, в чем момент. Момент очень прост, что все эти str, лист, дикты, это на самом деле некие классы. Их задача на самом деле стоит не в том, что вам создать пустой объект, пустую строку, пустую лист. Их задача стоит в том, чтобы взять некий объект и попытаться его представить в виде стринги, в виде листа, в виде дикта. И когда вы просто передаете пустой объект, STR просто его возвращают пустой магический метод STR пустого объекта. И отсюда и вот входит пустая строка. Также и с интом, также и с листом, и с там диктой. Поэтому получается, вы просто берете, делаете ненужную работу. А я, наверное, в данном моменте я выезжаю из этого только тем, что, ну, только оно просто написано так. Ну, а по факту, получается, я изначально делая STR пустые скобочки, неправильно использую данный метод. Если вы, кстати, сделаете help на пустую строчку, вам ничего не вернется, что на самом деле, я думаю, в принципе, понятно. Но я не сдался. Я не буду уходить в свои позиции, что не баг, то фича. Вы все это знаете. И я все-таки думаю, что ладно. Я думаю, можно все-таки это использовать, но вот просто вот когда, да? Когда? Почему? Потому что красивое лучше, чем... Ой, простите, пожалуйста, уродливое. И, конечно же, читаемость имеет значение. Вот. Python, Zen. И, ну, можно это использовать, наверное, только в одном случае, когда вам надо там переопределить переменную или просто задефанить до того, как вы будете с ней работать. И на этом все. Да, чтобы прочитать там results list, ага, и погнали работать. Но ни в коем случае, ни в коем случае мы не должны ее использовать, например, вот здесь, либо здесь. Если у вас есть какой-то цикл, если у вас какая-то часть, которая будет итерироваться миллионы, тысячи раз, знаете, даже вот такая мелочь, она может каутиться. И в подобных моментах я бы, наверное, рекомендовал использовать пустые объекты, а не методы list, list. Тут, конечно, я сам противоречу себе. Я-то вот ни в геопрезентации не добавил, но, знаете, я люблю тоже повторять, что ваш код должен быть идеальным и гармоничным. Что это значит? Ну, понятно, что значит. Если вы где-то используете скобочки двойные, то будьте добры, по всему коду используйте двойные скобочки. И наоборот. В тот же момент, если вы используете это list, надо, наверное, везде использовать list. Но здесь я бы, пожалуй, отошел от своего правила. И, возможно, даже бы склонился использовать здесь пустой список, нежели пытаясь запустить данный класс. Больше инфо можно найти будет на Stack Overflow. Здесь эти ребята интересно обсуждают. Ну и, конечно же, про сам STR, как его использовать, можно найти, опять же, в нашей документации. Давайте философствовать и спорить. Используйте вы, например, подобный вид, как STR, лист, либо вы сразу пишете пустые скобочки, я не знаю, пустые кавычки, подобные вещи. Пустые словари. Или я один такой? Ну, тишина значит, что вы не хотите меня обидеть. Ну, я напоминаю за дикт и сет, хіба уже эксплисит ли? Потому что с теми дужками це трошки можно загубитись. Путать сюда можно. А когда листик создать, то, по-моему, простенько, легко. Через скобочки квадратные. Ну, сет, кстати, ну, сет мы же по-другому не можем, кстати, по-моему, сделать, верно? А обычные скобочки круглые, это генератор, это не тюпл. Ну, да, ну, здорово, что я не один, но вот так оно есть. Опять же, знаете, опять же говоря, это не те скорости, за которыми вы будете гнаться. Когда вы будете делать профилирование ваших высоконагруженных приложений, это не то, что вы там увидите, это не то, что вы будете там фиксить. Но все же, знаете, приятно понимать, что ты пишешь в собственном, поэтому я и добавил этот пунктик. Ладно, поехали. Login in the right way. И я, наверное, это ориентировано так больше уже на все-таки новых разработчиков, да, которые там только начинают путь, которые это сегодня делают, старожилы. Я думаю, ничего здесь нового не найду, хотя, может, один момент я им укажу. А так, в принципе, я думаю, ничего тут нового не будет. Но все же. Цитата, которую мне сказал мой первый тихрид, Роман Магилатов, что логирование должен быть твой лучший друг во время дебаги. И поэтому, пожалуйста, перестаньте использовать принты. Когда вы пишете ваше приложение, вы можете сколько угодно взять в селф-лог-дебаг и вводить всю нужную информацию. Классно это тем, что просто поменяв лог-левел, вы избавляетесь от всех этих месседжей. Отпоставив лог-дебаг, вы можете сразу увидеть, где переменные ведут себя неправильно, где что-то не прописциализировалось, где что-то создалось не то, и где вообще проблема. И подобный код хранится везде всегда, да. Вам не надо будет принт добавил, принт убрал. Нет, у вас для этого есть обычные лог-дебаги. Но очень часто люди используют логирование неправильно. Вот вам пример. Кто мне скажет, что здесь не так? Тут формат не нужно использовать. Правильно, правильно. Формат не нужно использовать здесь. Пару месяцев назад классный дядька выступал на нашем комьюнити, рассказывал, что, ну, короче, ставил всех угол тех людей, которые говорили, что Python это медленно. И он реально классной причиной говорил, но тоже мне это он указал, что операции со строками, наверное, самые такие тяжелые в Python. Он на все направлено. Вам не нужно здесь проводить форматирование строки в лог-месседж, чтобы передавать инфо, потому что очень просто. Лог-месседж будет всегда вычисляться. Не важно, какой уровень логирования у вас есть. Поэтому я тут привожу пример обычно, сколько эта операция будет стоить. Опять же, знаете, в рамках общего выполнения оно ничего не дает. Но, опять же, повторяясь, данный месседж будет пытаться собраться каждый раз, при каждой экзекьюшн, неважно, от лог-левла. И дальше я буду привлечь примеры. Но представьте, эту операцию будет выполнить тысячу, чем миллион раз, хотя вам ее даже не надо делать. Тогда уже вы начнете думать, чьи правильно вы это делаете. Почему это не надо делать? Потому что логирование, вот на самом деле весь флоу, как оно делает. И вот самый первый момент. Logger enabled for level of call. То есть, инфо. Если no, то stop. Все. Ваша строка не соберется. Оно ничего не сделает. Оно не будет писать файлы. И вы, по сути, взяли, передали статистские объекты. Ну и указатели на переменной. Вы со строками вообще не работали. И вот это вот самая главная завязка. Просто выбрав, манипулируя инфо, дебаг, рор, ворнингами, передавая по-особому переменным, вы будете просто экономить время. А уже сам этот метод сделать всю вашу работу за вас. Я это оставил для тех, кто забыл, какие идут номера для лох-левела. Но думаю, даже зря это сделал. И тут у меня идет классная история про кучу логов. Знаете, у меня на самом деле их две. Начну, наверное, самый там такой простой. Это мы, короче, делали, делали, делали. Замирали тестами. Ага, значит, тренинг, говорит, выполнение 25 минут. 25 минут уходит на то, что там сделать какую-то работу. Дали нашим ребятам, тестировщикам. Говорю, давайте, тестируйте. А они что делали? Они просто брали, если мы наше тестирование делали с дебаг-левелом инфо, они... Ой, простите, дебаг-левелом, логинг-левелом инфо, естественно. Они взяли, запасили в дебаг. И там постоянно писался один месседж. Постоянно при каждой итерации. А итерации там было, что около 50 миллионов. И что я вам хочу сказать. Наш Саша, по-моему, продождал... Сколько он ждал? Ну, по-моему, 3 часа. И оно так и не выполнилось. Из 20 минут в 3 часа только из-за того, что лог-дебаг был слишком часто. Вторая классная история. Это то, что мы когда-то пытались оптимизировать, когда логи пишутся в файл. Потому что мы понимали, что это там моё operation. Возможно, можно кинуть её там в thread. Я очень сильно рад, что в 3.2 Python'е уже к этому сами додумались. И мне не пришлось там... Я тогда помню, переопределил метод emit, вот этот. Эмит, кому как угодно. Но тогда тоже нам логи брали и блочили приложение. И поэтому надо тоже очень хорошо подходить к логам. И всегда думайте, где вам нужен-то лог. Есть ли вам вообще смысл в этом сообщении, что оно будет вам выводиться, либо нет. Ну и старайтесь сделать ваши логи информативными и поменьше воды. Опять же, о той же самой проблеме. Что месседж форматируется, неважно от какого лог-левела. Просто кидается сюда, и дебаг будет думать, надо его писать, либо нет. То есть здесь будет время потрачено CPU 100%. Что здесь, что здесь. Если у вас подобных дебагов... Прошу прощения. Если у вас там подобных дебагов с подобными месседжами штук 100, неважаль, неважаль. Используйте подобные вещи, так называемый all-style formatting. Сама документация партнера говорит, что это сделано для backward, как в ability. Они обещают в будущем какую-то новую поддержку, если они уже не сделали. Я в этом не уверен, прошу прощения. Но данный вид вам гарантирует уже подобный вид выполнения, что это не соберется, если лог-левел больше, чем дебаг. И вам это очень много времени сократит. Почему? Потому что, опять же, разговариваю, сейчас к этой истории по три часа. Убрав этот лог-левел, немножко поменяв логи, и все поехало, так скажем. Также не забывайте, точнее, я бы хотел вам посоветовать, займут на все хендлеры, которые есть. Не только там используют stream-хендлер, syslog-хендлер, либо там rotation-file-хендлер. Знали ли вы, что есть, например, memory-хендлер, добавился недавно, по-моему, что есть syslog-хендлеры, а также вот этот самый-самый классный queue-хендлер, который будет собирать ваши логи в очередь и будут их писать в файл по мере того, как они наполняются. Для того, чтобы файл заново просто не открывать для записи и сделать вашу некую такую, знаете, позволить вашей программе тратить CPU время и не быть заблоченным. Поэтому обратите внимание особенно на это, это классно, а это вообще, я считаю, просто супер. Вот, это, кстати, по-моему, было добавлено в 3.2. Можете, кстати, с этим уже работать, а я такой, как проста, к вам это рассказываю, но на этом, наверное, даже и хорошо. Больше информации, естественно же, нам в документации, больше пишите логи, не забывайте. Ну, я, конечно же, эту презентацию выложу на нашем спейсе, где вы сможете до всем кисточкам достучаться и все это почитать. И еще раз, еще раз, еще раз, еще раз, что преждевременная оптимизация – это, скорее всего, корень всех зол. Ну, не бежите за ней, не занимайтесь, как это говорит Кирилевский. Ну, да ладно, дело не о том. Ну, вот, данные мои, я попытался сегодня собрать три темы, быстренько рассказать вам о том, что на самом деле может быть интересно, можно стоит использовать, стоит задуматься. Но ни в коем случае не хочу вас заставить это использовать, потому что оно быстрее. Спасибо вам, что пришли. Вы знаете, я на самом деле думал, что я буду рассказывать где-то минут 40, потому что у меня куча слайдов. Я понимал, что там маленькие кусочки кода, вот, но получилось все намного быстрее. Не знаю, хорошо-то или плохо решать вам. Ну, и давайте тогда, напоследок, вопросы, ответы, и можем подискуссировать, а может какие-то у вас особые вещи есть. Я буду рад услышать, ответить. Ну, хватит смотреть на кота, задайте вопрос. Я сам смотрю на кота, я не могу бы оттраваться. Ладно, что могу сказать, есть еще там интересные мне вещи, которые, возможно, в будущем смогу собрать. Так, я помню, там перформанс-бах нашли в листе и начали использовать DQ. Но я, честно, пытался это повторить, что-то надо мне вспомнить еще раз кейс. С регулярными выражениями, помню, мы очень хорошо углублялись и с этими конечными автоматами, пытаясь оптимизировать наше приложение, но в итоге пошли просто в другом пути. Интересные есть алгоритмы решений, когда оказалось, что ничего нельзя сделать. И когда, напомню, просили консультации ребят с Big Data, они говорили, «Придите просто, параллельте работу». А то, ну, представьте ситуацию. В среднее время мы посчитали, сколько будет выполняться один ран, что-то там около было трех тысяч лет. Мы смогли оптимизировать работу алгоритма, что теперь это выполняется 15 минут. Отлично. Отсюда другая цитата классных ребят, которые занимаются алгоритмом, что не бывает идеального алгоритма. Если вы думаете, что у вас хороший алгоритм, его всегда можно улучшить. Даю по 70 секунд на вопросы. Такой вопрос тогда хотел бы узнать, смотрели ли в сторону того, какие преобразования строк лучше использовать, например, в Python 3.6? Где будет Z-Table использовать, например, F-стринги, где форматы, где combination через S? Задавались ли таким вопросами люди? Нет. Что быстрее, что лучше? Что быстрее не задавался. Я работаю в основном с legacy кодом, так вот выходит, и у нас там 2.7. Поэтому я тут даже больше схожу с идеей, что красивее, и что нравится мне. И вот знаете, вот эти F-строки, да, те самые, которые подхватывают переменные, поменяют, мне это не нравится. И тут, конечно, можно спорить, но мне лучше там формат через K задать конкретно, что я куда хочу вложить. Но я могу тут ошибаться, опять же, мне кажется, это чисто, знаете, так, от себя тяна. Консервативный взгляд, да? Да, да, да. А вот что быстрее, я не знаю, честно. Ну, будет интересно посмотреть. Спасибо, я-то, я-то, по крайней мере, дослежу. Привет, привет. Могу еще маленький такой совет дать, но думаю, тоже многим это известно. Старайтесь как можно бизнес-логики вложить в конструктор, вот, и чтобы как меньше вычислений было в ваших повторяющихся зон кода, да, например. Лучше какое-то там создание перемены сделать один раз, чем тысячу во время какой-то итерации. Такой тоже моментчик. Я тоже, по-моему, ребятам, я говорю, Ваня, нафига столько вложить в конструктор? Пихай, говорю, в конструктор все, все, что можешь, пихай. Оно выполнится один раз, а остальное тебе будет выполняться миллиард раз. Что лучше? Понятно. И маленький такой вопросик от меня на завершение. Как часто вы используете, например, в практике свои паттерны проектирования на Python? Какие, например, если используется? Ты знаешь, я даже думаю, как к этому вопросу сейчас подойти. Это так, у меня темы, потому что никто не задает вопрос. Ты знаешь, ну, на самом деле я могу сейчас пойти с разных сторон, я думаю, как сейчас лучше ответить. Просто у нас, я не знаю, что не так сильно там и нужны, чтобы использовать. Я, лично ритм про меня, я, конечно же, обожаю стратегию, я, конечно же, обожаю билдера, именно билдер-метод. Мне фасады нравятся, я и мост люблю, и, конечно же, и декораторы, и прокси. Но что мы использовали у нас? Ну, параметр object, это, конечно, это уже не тот шаблон с бадой четырех, но он входит, можно сказать, в павлера. Я так тебе не скажу, знаешь, что мы используем часто. И я даже тебе советовал бы, знаешь, не подходить к вопросу создания чего-то нового, сразу какой шаблон я буду использовать. Мы, например, когда я пишу, там написал рекваз, говорю, блин, ну, слушай, Ваня, код пахнет, да, как говорит Фавер, код херовый. И я начинаю менять, говорю, а тут, наверное, было бы лучше, лучше, лучше подходить к чему-то разработке нового с точки зрения паттерна я бы не советовал, потому что какое-то новое уточнение, новый реквариумент тебе от твоего клиента, и ты начнешь все вводить. А так, а так, я считаю, оно как-то уже в норму вошло. Вот, где я вижу, где надо использовать, я использую. В общем, я плаваю, мне тяжело тебе, как-то сказать, но я думаю, я хоть чуть-чуть смог объяснить свою позицию. Да, я понял. Применять можно хорошо, но на работе как бы не особо применимо. Мое личное мнение, вот, ну, если мы говорим именно про банду четырех, то те паттерны уже давно с тебя и жили, вот, и они создавали же свое время, потому что раньше все писали на C, на плюсах, и не было такого гибкого количества инструментов, которые имеем, например, сейчас. И для того, чтобы передать идею, зачем тот класс здесь нужен, что конкретно он делает, и придумали те самые паттерны, чтобы человек, прочитав название, мог уже понять, что он делает. Нам же в Пайтоне некоторые идут из-под капота, да, то же самое, обсерверы, то же самое, декоратор и много чего другого. Вот, и нам большинство их даже не надо, потому что наш код намного проще прочитать, чем куча с лишним строк. А как не забывать их, если ты их не используешь? Только повторять, да? А вот, да, 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 да. От кае до кае повторять. Я понял. Полезно. Не, ну так и есть, видимо. Хотелось бы в голове крутить иногда, но, видимо, это не конструктор такой, что сразу можно засунуть в каждое место, применить. Это все-таки такое. Ты будешь знать то, что ты используешь, понимаешь? Твой мозг не дурак. Твой мозг не дурак, и когда он понимаешь какую-то информацию, он не использует там больше, чем месяц, он берет и просто выкидывает из головы. И тут уже даже не ты знаешь проблема. Почему я люблю, кстати, тоже говорить, ребята, когда вы что-то учите, запомните, лучше всего знания вбиваются через пальцы. Поэтому прочитали какой-то метод? Закойте. Взявьте тестовую программу. У вас тогда точно шута в голове-то бьется. А когда вы можете прочитать хоть того, не знаю, инструкцию, как работать с докером, хоть три раза, если вы хоть там один образ не сдаетесь, тем самым докер-композом не поработайте, не сделайте свой тестовый проект до одного места. Спасибо большое. Не за что. Я очень рад за такие вопросы. Вот это классно. Это интересно. Но этот код меня уже, честно, раздражает, поэтому я выключаю. Хочется немножко от себя сейчас сказать, ребят, контрибьюти в Python Community. Давайте make Python Community great again. Пару лет назад тяжело было пробиться, чтобы выступить сейчас, но Женя просит людей прийти. Давайте исправлять это. Это которые сервозские проекты именно. Да, да, да. Там всего лишь три репозитория, и как бы применимость их. Там обычный, самый популярный, тоже что-то связано с паттерном. Я не помню. Я не вижу, почему вам надо какая-то тема, чтобы там сделать доклад. Как я взяли, собрали что-то интересное, рассказали, поделились с опытом. В общем, не стесняйтесь, потом опыт по-любому пригодится. Я только спустя... Чтобы вы понимали, я считаю, что сегодня я на презентации не спешил. Да, а до этого, делая в презентации первые разы, я летел просто. Тяжело было держать дыхание, но со временем, с опытом, все проще-проще, уверенность есть. Надо учиться. Да, Женя?